Всем привет! Сегодня снимаю пустые баночки января и судя по объему, это будет первая часть. Немножко бытовой химии покажу. Моё любимое средство для очистки ванн, это Homestar из FixPrice. Вообще много-много чего попробовала, но это средство меня больше всего устраивает. Во-первых, у него нет жуткого аромата. Во-вторых, оно прекрасно очищает даже мою старую ванну, 750 грамм хватает надолго. У него приятный такой голубой цвет, достаточно средства густое и за свою стоимость. Оно, по-моему, вообще по 55 рублей в FixPrice, оно суперски работает. Следующее средство, это у меня частенько мелькающий в пустышках кондиционер. Бальзам для белья с ухаживающими добавками. 500 мл объём подходит с нуля плюс. И именно ради детской одежды я его и заказываю. Неоднократно его повторяла и буду повторять. Приятный аромат, когда бельё вынимаешь из машинки и нет аромата на сухом белье, чем он меня и подкупает. Ну и то, что бельё мягкое и хорошо гладится, это, конечно, тоже плюс. Следующий также из серии Домф и Берлик. Концентрированный стиральный порошок. Ну, когда бывает по акциям, я вот такие малютки раньше брала, а сейчас девочке что-то посчитала. Не очень выгодно. Вот у меня ещё такая малютка. Я их пересыпаю в другую баночку, пользуюсь. Нравится мне вот этот концентрированный. Опять же, и детский, и свои вещи стираю. И для цветного белья. Но мне вот больше нравится вот этот концентрированный универсальный. Хотя некоторые у меня клиенты больше хвалят цветной, типа сохраняет цвет. Вот. Ну, сейчас вышли новинки, буду пробовать. А так я вполне довольна этими порошками. И обязательно их буду повторять. Так. И так же... Туда скину. И так же покажу вот такой дешёвый порошок. Это гель для стирки чёрных тканей Велор из фикс-прайса. 55 рублей. Я им стираю только чёрные вещи, джинсы, какие-то там спортивные костюмы тёмные. Можно даже не пользоваться кондиционером. У него приятный цветочный аромат. Очень мне нравится. И так, если просто освежить вещи, он идеально подходит. И за такую стоимость он вообще шикарно работает. Так. Из химии вроде как всё. Переходим к уходовым средствам. Первое, что покажу, это маска для волос. Это Eivon Advanced Techniques. 150 мл объём. Это всесторонний уход серии. Это просто старый дизайн. Попался мне в пакет сюрпризе. Хотя по срокам годности тут всё было нормально. Он ещё даже до 19-го года, до июля. Очень люблю я эту маску. И особенно люблю её сочетать с шампунями, которые высушивают волосы и путают. Вот он идеально всё... Она, эта маска, идеально всё расправляет, распределяет, питает. В общем, эта маска у меня постоянно в использовании. У меня ещё в запасах есть. И буду я её покупать, потому что действительно хорошо работает. И ещё у меня такой гелик завалялся от Лонды. Малютка такая. Это гель для укладки волос. Это было моего племянника. Я тут каждый год в январе перебираю у мамы всё, что у неё есть. Чтобы сроки годности как бы проверить. 30 мл этим средством пользовался мой племянник. Сказал, что он неплохо укладывал волосы и их не слепал. Так что он остался доволен, но он не допользовал до конца. Срок годности закончился и я всё это у них конфисковала. Далее уже средство, которым пользовался я. Это Эйвен Планета СПА вулкан Исландии. Это очищающая маска для тела с вулканическими минералами и родниковой водой. Суперское средство. Оно серого цвета. Уже ничего не выдавлю. Единственное, вот оно такого серого цвета. Оно обладает таким разогревающим эффектом, приятным. Пользовался я им в бане, потому что, опять же, здесь нужно на 5-10 минут его оставить на теле. Очень хорошее средство, когда будет по акции, по какой-то хорошей скидке, обязательно закажу. Вот, такой разогревающий эффект. И потом, знаете, ощущение, что вы кожу прям всю почистили, почистили так хорошо, проскрабировали даже. Вот, но, опять же, цена не совсем бюджетная. Это уже второй вопрос. Переходим к гелиям для душа. Два гелика закончилась в серии Avon Senses. Первый это Солнце Калифорнии. Он был вот такого позитивного оранжевого цвета. Такого летнего, яркого, фруктового аромата. У нас тут что заявлено? Розовый грейпфрут и франшипани. Классный. Мне даже захотелось его чуть-чуть налить на кухню в дозатор с жидким мылом, потому что он действительно такой вкусный. Следующий гель для душа. Это Сладкая мечта. Это один из моих любимейших. Мне очень нравится. Но это был у мамы. Не смотрите, что тут беленькое. Это она уже наливала другой гель для душа сюда. Там Ля Фреш, что ли, из такого из пакета переливала. Вот. Очень хороший гель для душа. У меня сейчас тоже такой в использовании. В дозатор с жидким мылом тоже наливаю, потому что очень вкусно. Он раскрывается в соприкосновении с водой. Аромат даже лучше, чем звучит из флакончика. Поэтому это прямо вот моя любовь. Следующий также от Avon. Серия Naturels. Это у нас бодрящий зеленый чай и вербена. 200 мл, тех по 250, в этом 200. Супер реально бодрящий, такой ненавязчивый аромат. Я им пользовалась в бане. Зеленый чай тут чувствуется. И вербены чувствуются. Пользовалась в бане, потому что в бане люблю легкие такие ароматы. Именно бодрящие, именно какие-то цитрусовые, чтобы что-то было такое. Жалко, что вы ввели эту линеечку. В общем, этот аромат больше не присутствует. И по распродаже вот я разочек поймала. От Фаберлик закончился у меня парфюмированный гель для душа Донна Феличи. Там у нас заявлен мандарин, специи, как тут написано, головокружительный аромат свободы, влюбленности и счастья. Неплохой гель для душа. У меня такая есть парфюмерная вода. В паре хорошо работали. Был тоже оранжевого цвета позитивного. Очень мне он приглянулся. Из мужского закончился вот такой вот средство 3 в 1. Это шампунь-ополаскиватель, гель для бритья. У меня пользовались мужчины как шампунь. Очень любят. У меня папа вообще только этой серией пользуется. Посоветовал своему другу. В общем, они все подсели на эту серию. И я так думаю, еще долго мы будем заказывать эту серию. Так, для тела еще чего-то я тут чуть не потеряла. Совсем недавно покупала солевой скраб, боди-спа, кофе суперский. Он заявлен как антицеллюлитный. У него обалденный аромат. Он сейчас, если наведет камеру, он вот такой вот мелкий-мелкий, с какими-то крупинками. Мне он понравился тем, что сыпется в соль. Во-первых, аромат. Да, аромат вообще бесподобный. Хотелось прям его нюхать, нюхать и нюхать. Во-вторых, так, а тут объем не написано. Хотела вам объем сказать какой. 365 грамм. Помимо аромата, этот скраб один из немногих, который хотелось наносить и распределять руками. Он настолько мелкий, как мелкий морской песок. И он шлифует, действительно шлифует и кожу рук. Его приятно наносить, он хорошо разносится. Но там есть и крупные скрабинки. Он очень хорошо работает. Очень мне понравился. Естественно, если где-то есть раздражение, солевой скраб немножко пощипывает. Но запах и действие суперское. Обязательно его куплю. Я его, по-моему, покупала в Магнит Косметик. И я обязательно повторю, прям я осталась в восторге. Я вообще люблю, когда приятный аромат у средств. А когда еще оно и действует, это средство, то это вообще супер-пупер. А вот следующее средство. Мне вообще не понравилось. Это антицеллюлитный крем-гель от Новосвит со специями для похудения. Знаете, вот тут такая красивая картинка. Написано со специями. Имбирь, корица, кофеин. Я думала, будет такой обалденный аромат. Но аромат был так себе. Какой-то невнятный. Даже какой-то сладковатый. Крем этот был такого розоватенького оттеночка. Неплохо распределялся. На теле аромат этого крем-геля динформировался. Как бы не столько на теле. Я чувствовала от одежды. Если вот сразу одеться, то прям чувствовалось это все. И поэтому повторять я его точно не буду. Если уж он там, ну действие его трудно проверить. Но он не щипал, не разогревал. Он просто впитывался достаточно быстро. Я не скажу, что долго. Но не прям мгновенно. Ну так себе. Немножко был как маслянистый. Ну в общем он мне не понравился. Вот если бы хотя бы аромат сделали действительно приятный. Нет. Это средство убираю. И вот такой покоцанный вам покажу дезодорант, секрет. Это забрала у мамы. У него кончился срок годности. В нем там еще есть. Он ей не понравился. Тем, что он делает облако. И у него аромат освежитель воздуха. Она говорит, меня преследовала мысль, что вот это вот аромат освежителя в туалетной комнате. И он ее простоял, хоть тут и называется он свежий бриз. Он очень долго простоял. И в общем она, я говорю, срок годности истек. Она говорит, ну и выкидывай его, потому что пользоваться я им не могу. Далее. Извиняюсь. Покажу вам сразу две тубы. Это ухаживающий гель для бритья. Эйвен Мэн 100 мл. Но это у нас не мужчины пользовались, этим гелем пользовалась я. У него такой мужской приятный свежий аромат, но не прям такой, ух, мужской. Нормальный. Для бритья ног он мне очень понравился. Он не пенится этот гель. Он просто такой вот распределяется хорошо. В общем, для бритья ножек он идеален. Поэтому, когда он был по скидке, я заказала два тюбика. И прямо их друг за другом использовала. Очень мне понравился. Будет еще какая-нибудь акция распродажа на такие средства, обязательно куплю. В общем, до мужчин, до моих это средство так и не дошло. А я очень довольна. Вот. У него объемчик 100 мл, я по-моему сказала. Для ног у меня закончился скраб, сладкая ваниль с тростниковым сахаром. Скраб слабенький. Бывает, даже вейвен, бывает посильнее. Но у него обалденный аромат. Он вот такого вот цвета. Чуть-чуть тут маленечко еще что-то выдавливается. Вот он такого желтенького, да, как реально с тростниковым сахаром. Но мне очень понравился аромат. Я уже такой же поставила в использование. И крем для ног у меня такой аромат, действительно, на зиму согревающий, такой приятный. Имеет место быть. Так. Для рук у меня закончился вот такой кремик. Такая малютка. Получала я его в подарок от Танюшки Термилевой. Татьяна, тебе большое спасибо и приветище. Это облепиховый крем для рук от Натуры Сибирики. 98% натуральных ингредиентов он реально пахнет. У него объемчик 30 мл. Я с огромным удовольствием его использовала. Он такого желтого облепихового цвета. Он, когда его наносишь на ручки, он прям реально, руки пахнут прям облепихой. Как будто вы ягодами намазали. Я прям нюхала руки. Но, когда проходит минут 10, где-то примерно, аромат деформируется в просто какой-то кремовый. Вот. Но это не, сколько не ухудшает свойства самого крема. Он хорошо питает, увлажняет. И достаточно быстро впитывался, чтобы я могла приступить к работе. В общем, в этом плане он меня очень-очень устроил. Так. Далее покажу очередную баночку средств для снятия макияжа. Это у меня мамины любимые средства. Собственно, у нее я его и забрала. Она только им снимает макияж с глаз. Она много чего пробовала, остановилась на нем, сказала, больше мне ничего не надо. 150 мл объем. Белый, кремовый. Все ее устраивает. Весь макияж у нее смывает хорошо. Будет еще заказывать. У меня закончилась умывашечка. Вот такая вот от La Roche-Posay. Также мне присылала Татьяна Термилева. Такие малютки. У меня сейчас в использовании такая же. Этой малютки хватает 15 мл. Хватает ее надолго. Приятный растительный аромат. Смывает все. Я макияж ей не смывала. Я просто умывалась. Особенно по утрам. Мне очень нравилось. Кожа после умывашки прям... В общем, кожа очень приятна. Что ее умыли таким суперским средством. Мне был приятен аромат. И вообще хорошо она намыливается. Хорошо смывается. В общем, суперский гель. Вот. И также от La Roche-Posay закончилась... Вот такой вот закончился крем-гель. Дуо Плюс. Также присылала Татьяна Термилева. Сейчас мне этот крем, Танюш, очень помог. Когда я вот сейчас уже выздоравливаю. Когда вот прям кризисный момент болезни. Когда нос забитый. Постоянно его вытираешь. Кожа вокруг носа высыхает. И я вот этим кремом мазалась. И не было никакого раздражения. Он увлажнял кожу хорошо. Питал. И, в общем, уменьшал шелушение. В этом плане вообще отдельное ему спасибо. Либо, что так хорошо и как бы беспроблемно работал. Без всяких аллергических реакций. Без всего. Просто хорошо выполнял свои задачи поставленные. Так. Для лица у меня закончился скраб. От Inuclean. Ну, наводись. Это Avon. Тут ничего на русском не написано. Этот скраб, он белого цвета. С мелкими-мелкими частичками. Очень приятный, как бы пеленгующий такой эффект. Я иногда пользовалась им прям каждый день. Чтобы всякие какие-то шелушинки убрать. Он реально подходит для ежедневного применения. Но я, например, больше трех дней подряд им не пользовалась. Просто не от того, что какая-то реакция появилась. А от того, что, ну, как бы, сама думаю, ну уж это лишнего, да. Ну, и больше не требовалось. Потому что за эти 2-3 дня все шелушинки с лица уходили. Кожа была идеальная. Буду обязательно повторять. Скраб понравился. Объем у него 100 мл. Вот. И у меня в парочку к нему гель для умывания. Но гель для умывания я еще использую. Питательная маска для лица. New Naturals. Наконец-то я добралась за 15 лет до этой серии. 75 мл объем. Очень мне понравилась она. В плане, я ей там дополняла трехступенчатую систему от Faberlic. Между, в общем, сначала химический там пилинг, потом скраб. И вот между скрабом и кремом я вот эту масочку наносила на 10 минут. Тут, знаете, у нее консистенция такого легкого йогурта. Она такая не густая. Но и не прям как вода жидкая. Вот. И даже ее тут на 10 минут, по-моему, рекомендую. Да. На 10 минут. И ее приятно нанести, пока моетесь в душе. Она ни за что не перепитает кожу. Даже жирную и комбинированную. Как у меня, извиняюсь. Немножко задела камеру. Вот. Хорошая. Сейчас такую увлажняющую заказала у меня в запасах. И хочу всю серию попробовать. Почему бы нет? Это очень бюджетно, а действие действительно есть. Так. Сразу уж по маскам. Сейчас я... Где-то у меня были еще масочки. Первая маска это от Фаберли Квитамания. У нас тут манго и папайя, по-моему. Да. Они бюджетные и вообще самые-самые дешевые. Вот у этой маски был суперский аромат. Она была желтого цвета. И сейчас еще пакетик пахнет. Вообще супер-пупер аромат. Мне очень понравилось. Их масочки хватает на два раза. Но знаете, я один раз использовала. Свернула, положила в холодильник. Через день достаю. Хотела использовать. Как нажала на нее. У меня, в общем, все вылилось в раковину. Но так, в принципе, на два раза бы хватило. У меня еще такая с киви и со смородиной. Обязательно буду пробовать. Так, между делом, она вот просто увлажнить кожу. Просто приятная процедура, аромат. Вот эту вот конкретно я только из-за аромата готова повторить. Вот. И следующее, это уже альгинатная антивозрастная маска. Также от Фаберлик Эксперт. Здесь, конечно, есть инструкции. Все как делать. Особого действия не заметила. Может, действительно, какой-то курс надо. Ну, приятная кожа. Что они у нас тут подпитают, увлажняют, регенерируют. Делают гладкой, придают здоровое сияние. Ну, сияние я не заметила. Но то, что кожа гладкая, тусклый свет, сниженный тонус кожи, морщинки. Морщинки она, конечно, меня не разгладила. Ну, приятная масочка, приятная процедура. Заказала такую же тонизирующую и увлажняющую. Просто сравните, отличаются ли они от антивозрастной, либо нет. Потому что очень часто слышала от девочек, что, в принципе-то, и разницы у них никакой нет. Вот. Но такие процедурки всегда нужны даже ради удовольствия. Также у мамы забрала вот такой крем Невея Софт. Она такими кремами не пользуется. Это увлажняющий, красивый. Я сама им пользовалась и на лицо, и на тело. И до конца срока годности допользовать не успела. Все знают эти крема. Они действительно питающие. Аромат у них приятный, кремовый. Я такие баночки не выкидываю. Я оставляю такие крема, особенно вот Невеевские такие. Я ими зимнюю обувь смазываю. Сапоги, когда помоешь, посушишь. Потом таким кремиком кожаные. Уж не замшивай, конечно. Кожаные сапоги смажешь. И, знаете, даже на сапогах кожа говорит спасибо. Вот. Также у мамы закончился срок годности у маски от Нью Клиника. Вообще моя любимая маска. Но мама очень... Ой, извиняюсь, у меня соседи опять начали что-то там стучать. Она забывала пользоваться ей. И у нее вот истек срок годности. Она вот так выглядит. У нее совсем тут чуть-чуть по стенкам осталось. С такими пузыречками, которые растворяются на лице. Суперская маска. Я сама ее люблю. Периодически повторяю. Ее действительно надолго хватает. Поэтому нужно ей пользоваться один-два раза в неделю минимум. Чтобы ни в коем случае вот так вот расточительно ее не использовать. Далее покажу зубную пасту. У меня закончилась от Фаберлик. Стор де Амор. Это освежающая зубная паста. Она, по-моему, с малинкой. Она гелевая. Вот такого яркого цвета. Вот в конце она у меня почему-то на последние два раза уже такая водянистая. Хотя стояла на полке. И вода в нее никак не попадала. Повторять не буду зубная паста. Это мне показалось очень спиртовой. Первое, что я чувствовала, это прям спирт-спирт. Когда вот прям открывала, начинала прям спирт натуральный. И как-то это было не очень приятно. Очищала она. Я не скажу, что прям шикарно. Но очищала. Я ее использовала вечером, потому что для утра она мне показалась слабоватой. Повторять не буду, но попробую аналогичную с вишней. Говорят, она поинтересней. Сейчас положила вместо нее в использовании также от Татьяны Термилевой Санбери. Вот такую вот малютку, зубную пасту. Один раз только успела Танюш ей попользоваться. Она такая действительно желтенькая и такая приятненькая мне показалась. Но пока я еще ее не раскусила. Я в пустышках потом полный, уже полноценный отзыв обязательно оставлю. Так, также от Татьяны Термилевой. Я сегодня часто ее буду употреблять, употреблять ее имя, что говорю. Вспоминать тебя, Танюш. Это Виши Идеалия. Это крема как раз для жирной комбинированной кожи. От жирного блеска, в общем, для преображения. Вот, хорошо подходит под макияж. Да, действительно хороший крем. Я использовала его, потом наносила макияж. Никаких проблем не было. Вот этот кремушек, один из, получается, немногих от Виши, мне действительно подошел. Тут немножко покажу вам. Такое вот не косметическое, у меня завалялась резинка. Я покупала в Экспрессе набор вот именно с такими резинками. И это единственный набор, который прям вот нормально держит длинные волосы. Вот сейчас она пришла в негодность, одна из них, и я ее выкидываю. А так, там были еще коричневые, они не слушают годами, чем меня прям просто поразили. Так, забыла показать со средствами для волос пробник вот такого вот шампуня. Это Black Detox от Faberlic Expert. Кристальное очищение. Действительно, это такой черный шампунь, кристальный. Там какие-то кристаллики блестят, он перламутровый. Хорошо, действительно очищает, супер очищает, я бы сказала. Но путает и подсушивает волосы. И после него я использовала вот эту как раз масочку для волос, чтобы восстановить их. Без маски я бы, наверное, свои волосы не расчесала. Задумываюсь о покупке полноразмерки, а так у меня уже есть даже пробник еще один такой. Так, и, наверное, последнее, что покажу. Это не совсем косметические, но так как я заказывала это в Faberlic, я уж покажу. Функциональное питание у нас получается Итлес и, как он правильно там называется, Фитекс Нью. Купила я эти средства перед Новым Годом. Вернее, у меня мама заказала. Я хотела попробовать по одному пакетику. Но решила для чистоты эксперимента тогда уж пропить весь курс. Тут по 7 пакетиков в каждой коробочке. Сейчас я в какой-то я сохраняла. Пакетики выглядят вот так. Вот. В пакетике 5 грамм. Нужно вылить в стакан с водой комнатной температуры, да. Но нужно сначала насыпать порошок, потом воды залить, иначе будут комочки. Ну, давайте по порядку. Я решила для чистоты эксперимента сразу и утро, и вечер использовать. Утром я пила вот эту голубенькую серию, которая предназначена либо для употребления с утра, либо перед самым большим приемом пищи, для того, чтобы потом не переесть. Тут есть кунжутовые зерна, не помню, как они там называются, которые разбухают в животе, в желудке. И, в общем, вам хочется меньше кушать. С 1 января я начала пить, ровно неделю, в самые такие трудные дни. Да, действительно, я заметила, что я меньше ем, и всем казалось, что я вообще не ем. И мне прямо очень понравился эффект. Я в конце под видео оставлю в описании ссылку на отзывы. Я очень хороший отзыв на него оставила, на отзыв про... Он мне понравился, да, действует тролли-вали. Приятный, кстати, на вкус. Он такой какой-то, ну, не кисельный, но реально напиток. А этот мне понравился еще больше. Поначалу, фитекс не он предназначен для употребления вечером, либо после самого обильного приема пищи. Но так как на Новый год, сами понимаете, у нас самые обильные приемы пищи, я его и решила, вот. Думаю, вот я их испытаю. Мне понравилось, да, действительно, пьешь. Вот у этого вкус такой был приятный. Он такого желтого. Если тот белого цвета напиток был, этот такого желтоватого оттенка. Кисловато-сладкий вкус. Все приятно, да, на животе легко. Я тоже на него оставила суперский отзыв на отзыв про. Сказала, что я еще куплю 7 дней. В общем, было счастье. Но как только вот эти вот два у меня средства закончились, через день я почувствовала какую-то тяжесть. Знаете, такое ощущение, что вот этот вот особенно работал за желудок сам. В общем, и после них мне было очень тяжело, чтобы сам желудок начал работать хорошо. У меня было и вздутие живота. Мне было тяжело. Хотя я ела гораздо меньше, чем вообще там в обычной жизни, да. В общем, после них как бы тяжеловато. Организму самому уже делать все самостоятельно. Потом, ну, прошло какое-то время, все возобновилось. Вот либо их отдельно надо, либо вот я теперь поняла, почему они продают по одному пакетику, даже можно поштучно купить. Знаете, и вот я уже сомневалась, можно ли курсом. Хотела внести корректировку в отзыв, но там уже за прошествием нескольких дней уже редакции не подлежит твой отзыв. Поэтому здесь оставляю такое вот неоднозначное мнение. Так все приятно, хорошо, но последствия как-то мне не очень понравились. На этом буду заканчивать свою первую часть. Вторую часть прямо засниму ближе там к 30 января. И во второй части у меня больше будет уже декоративки. У меня туши много закончилось, штук 5 тушей, парфюмчики немножко. Ну и уходовые сейчас у меня там еще подзаканчиваются, так же будут. Вот, до встречи со всеми во второй части пустышек января. Всем пока-пока, спасибо за внимание, всех люблю, до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok